Сети с 26 постов карантинного контроля начали создавать на въездах в Одессу и область. Помимо самого города, контролировать движение потенциальных переносчиков вируса планируют в Беляевском, Белгороднестровском и Измаильском районах. Для выявления рискованного контингента посты получат расширенные полномочия и усиленные наряды силовиков и медиков. С 30 марта такие посты уже стали появляться вокруг Одессы. Юлиан Аксенов знакомился с их работой. В канун 1 апреля Одессе не до смеха. Въезды в город и область активно покрываются сетью карантинных постов. Именно так, а не блокпостами, их просят называть чиновники. По замыслу таких точек контроля будет 26. На них службу совместно несет полиция, национальная гвардия и медики. Как вы понимаете, все это делается для того, чтобы контролировать распространение коронавируса. Полиции будут выполнять заходы, согласно закону Украины про национальную полицию, в разделе превентивно-полицейские заходы. Это, по-перше. Что касается подразделия национальной гвардии, они находятся с нами для допомоги, для обеспечения безопасности особого склада, грубо говоря, для прикрития. Действия особого склада працовников полиции. Чи посиление каких-то режимных заходов в разе необходимости. Мы решили проверить, как работают такие посты. Первый из них в состоянии частичной готовности мы встретили на выезде с поселка Таирово в сторону Черноморска. Здесь национальная гвардия разбила всего лишь одну палатку. Дальнейшие инструкции поступят позже. Сейчас мы находимся на посту возле седьмого километра. Здесь есть железобетонные плиты, предупредительные знаки. Работает патрульная полиция и национальная гвардия. А вот медики должны прибыть на доукомплектование несколько позже. По предварительной информации, такие посты должны обращать внимание на транспорт с неодесской регистрацией. Его необходимо остановить, измерить температуру водителю и пассажирам. В случае вирусной угрозы даже можно запретить въезд ему на территории Одессы или области. Но вопреки этому силовики на местах говорят, что подобные инструкции еще не получали. Как видите, движение происходит без особых затруднений. Сейчас полиция работает лишь на предупреждение нарушений правил дорожного движения. На знаменитом посту два столба. Обстановка более чем обычная. Карантине здесь напоминает лишь усиление в виде нарядов национальной гвардии. Поставленная ими же палатка для отдыха дежурных смен. Служба идет в обычном режиме. Это финальная точка нашего маршрута. Не менее известная КП Дачная. Здесь, в отличие от других постов, службу несет только полиция. Ни медиков, ни национальной гвардии тут нет. Но в качестве превентивной меры перекрыли оба шлагбаума на въезд и выезд из Одессы. Потому движение у самого контрольного пункта проходит по одной полосе с каждой стороны. Полицейские говорят, что никаких четких инструкций, как действовать во время карантина, они пока не получали. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения и предупреждают водителей о возможном ужесточении правил въезда и выезда из города. Как убедилась наша съемочная группа, карантинные посты уже второй день не могут начать работу по прямому назначению. Медиков для оценки состояния потенциальных инфицированных там нет. Силовики ждут четких указаний руководства. Но когда они поступят, не знает никто. Вероятно, ни нормативная, ни материальная база к этому пока не готовы.